И этот идет в дырку Может повыше ее давай? О! Всело! Поменялось Итальяшки нас не обманули Это приятно Да, просто, может, меня не привычно Потому что очень высокоподвижный Так это же гоночная тяга Это вам не ездить на букерском Глядящей Ашан Так, теперь одеваем заднее сиденье Нет ничего себе поделать Чпокс Вот, все Бам! Все, отлично! Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Вот у меня не добрый день, а добрый вечер! Потому что сейчас чуть больше, чем 20 часов Хотел специально записать В пылу и с жару Впечатление нового владельца Bikes Pico 1260 Илья, поздравляю еще раз! Спасибо! Поздравляю! Спасибо! Теперь в клубе Скажем так Любителей Volkswagen Прибавка Да, да Прибавка У тебя же Audi, правильно? То есть, как бы там было какое-то диссонанс А сейчас все нормально Все сложилось Рассказывай, давай! Мотоцикл Очень Спокойный Дружелюбный Дружелюбный Я бы всем Рекомендовал бы всем начинающим Почему? Потому что Очень много Момента внизу Заглохнуть Очень сложно На светофоре Соответственно Чуть-чуть открутил Сцепление приотжал И все И он уже едет сам На первой передаче Очень хорошо ускоряется Но только надо ставить режим Спорт Спорт Все там ставишь на хай Тогда это значит, что Мотоцикл максимально безопасен И уже любят Соответственно Потому что и на режиме Туринг Я понял, но это очень опасно То есть, это что-то там связано с туризмом Ага Мототуризм Я подумал, что Ну, наверное То есть Очень опасно будет ехать Я не люблю вот эти туризмы Я вот по городу Спокойно Аккуратно На режиме шпора Да Ножки Вот Ноги опустил на 20 км в час На шасси Шасси еду Ну, чтобы упор был Еще надо обязательно объяснить Ребятам, что Надо ездить, чтобы У вас пятки Пятки в ноги А носки вот так в сторону То есть, вот так вот надо ездить Потому что это позволяет Опустить ноги В любой момент В любой момент И подключить так называемый шасси Да Что Очень сильно упрощает Передвижение Между ряде И не пугает Водителей машин Соответственно Если водитель видит Что мотоциклист Ползет в пробки на шасси То это нормальный мотоциклист Да Он понимает, что это Ну, человек соблюдает правила дорожного движения И Ну, не хочет Опасности от него ожидать не стоит Да Не стоит Соответственно Здесь очень удобно это делать У меня рост У меня рост 185-186 Спокойно достаю ногами Очень нравится Очень нравится А покажите, пожалуйста Вот Просто, чтобы было понятно Если кто-то будет покупать Ну, вот Как это все выглядит Вот Отлично Опять же, обязательно К этому мотоциклу Вот такие шлепанцы И И Такие светлые штаны Собственно без защиты А они Просто защита не нужна Ну, мы так и ездили Соответственно Потому что В Италии все так ездят Экипировка Она Как бы в голове В первую очередь Да Согласен Ну, на Дукате Тяжело так ездить Потому что жарят ноги Особенно вот Если они голые С левой стороны причем Да, с левой стороны Да и с правой тоже жарят С правой не особо Ну, так вот Если голая нога То жарят нормально Так, так, так Поэтому придется Вот какую-то элементарную Мото, там Тапочки Что-нибудь такое Носить Ну, высокие Ладно, это все теория Давайте вот сравните с XR С XR Ну, зеркала хорошие Нет, а дисплей Подожди Дисплей очень маленький Дисплей очень маленький Вот, давайте отметим Что у BMW, конечно Хороший дисплей Да, дисплей очень маленький Очень мало цветов Так Нельзя переключать треки На дисплее, как я понимаю В смысле треки Ну, в телефоне В телефоне В телефоне Так Ну, что-то там Ну, видно Какие-то вот стандартные значения На XR очень хорошо видно Ну, по оборотам Соответственно Да, а здесь Ничего не понятно Ну, здесь мало ее индикаций Ну, у BMW молодцы Они сделали хороший Спортивный режим Да, спортивный режим Да, спортивный режим Да, да Спорт варианты Обычные И на обоих вариантах Можно ехать супер Здесь без пол-литра Ну, не разобраться Непонятно А вот для гуманитариев Что вы скажете То есть гуманитариям Стоит вообще Со словарем Или не смотреть сюда Ну, со словарем С техническим С техническим Потому что здесь очень много слов Таких как вот DQS DTC АБС ДВЦ Что такое Да, это нужно со словарем Есть тот меню Сеттинг Я вижу Температуру Главное Температуру масла Да Нет, где? Это жидкость охлаждающая А, это температура жидкость Да, это не масло И вижу Рэнч Да, сколько осталось? Да, до заправки 61 километр В целом Ладно Зертела нормально? Да В отличие от XR Ты сидишь на мотоцикле Я давно не сидел на мотоцикле Я ездил внутри мотоцикла Потому что у меня было два XR Ага И был F800R Алькантара Классно Да Сидушка Нет вопросов Но будем делать повыше Потому что колени Так достаточно В смысле повыше Это имеется, думаю Штатные проставки Просто поставим куда нужно Да И все будет отлично Просто там, судя по всему, дедушка Вот этот вот Который Он был чуть поменьше, да? Да Ну они, видимо Может быть там с бабушкой Там ездили вместе И поэтому он решил немножко поменьше Соответственно Руль нужно подкоротить Он не нужен такой Это эндуро руль Здесь вот можно два Отпилить сантиметра спокойно Да Это эндуро руль Столько не надо Ну и здесь тоже два сантиметра Столько не надо Да В принципе он такой же Как на предыдущем XR То есть ты привычен к нему Да Я привык Но на предыдущем XR хорошо У тебя есть Так называемые лопухи А на BMW Они очень прочные Я еду И они очень дешевые Я понимаю, что Ну все Зеркалам пизда Да Вот этим вот Нет Я имею ввиду На XR еду Водители лучше разбегайтесь А здесь Я еду и понимаю Мне пизда Это хорошо Это хорошо И приходится Ну как на веслах Вот так вот Раз, два Ну и шассер Разумеется Но я вот со своей сразу снял Помнишь я рассказывал То есть вот это прямо сразу Бам Десталируется Здесь установим карбоновые лопухи от BMW От BMW Да Поставим резомовские поворотники Да Яркие Да И назад тоже Вот эти очень страшные задние поворотники Просто ну как от Это классические Как от ГАЗ-21 Я не знаю Вот мы сейчас их включим Что-то типа того Вот так Прекрасные классические Ну видно что это диоды Ну такие Встроенные в ГАЗ-21 поворотники Ну как у Харлея Как у Харлея В принципе Очень тихий звук Ага Ездить невозможно Но не слышно ничего Хотя вот тут труба такая Карбоний Она типа как бы Вроде прямоточная Но скорее всего Там все эти евро существуют Мы поставим Decade Сразу Титановый Не не титановый Не подожди Давай заходить Будем сразу по-богатому Но надо в Польше пошукать Там фирма есть такая Доминатор В принципе можно подумать Да здесь мы прерываемся Да 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 А еще на Алиэкспрессе Я уже видел Не не сейчас Это тоже вырежем Да да Ну про впечатление От езды пока рано Или что Или нормально Нормально едем То есть едем Как После 200 едем Конечно потяжелее Чем на прошитом XR Потяжелее Ааа Но может тут еще мотор не обкатался То есть полторы тысячи же Да или сколько там Тут полторы тысячи Да Ну там есть эти все Говорят что обкатка Типа ну две Да Потом он как бы должен раскрыться Ну что-то я Да он должен встать Встать Да 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 Как цвет да после покраски Я думаю что нормально Двушка Хорошо едет После двух 130 Ну наверное уже не будем соревноваться ни с кем Там уже самим страшно Ну я бы на 130 Закончил соревнование в целом Да 230 Ну в начале Да в начале дури хорошо И кто не умеет ездить Только им еще лучше Как раз Да им еще лучше То есть в принципе можно открутить И поехать И это важно Для тех А про тормоза расскажите вот Да с раздача между прочим Как говорится Из булочной прям Тормоза хорошие Не могу ничего сказать Здесь стоят М50 Колодки Не знаем Надо проверить по каталогу Мы проверяли новый Пайкспик По каталогу Новый V4 Колодки там нормальные Колодки там от Панигаля Соответственно здесь возможно тоже хорошие колодки Но вопросов не было Может быть это связано с тем что Колеса легкие И соответственно непотрессоренная масса тоже меньше И торможение происходит Да Более эффективно Мы тут обязательно будем сразу снимать вот эту резину И продавать ее на авито Правильно? Резина Да есть вопросы Очень просто Я определяю очень просто Я торможу Жестко Если жопа поплыла Ну резина ну такое Угу Потому что вот катались на XR на прошитом На S22 Да На роута так 3 Да Жопа не плавает Нормально Тормозили нормально в колы Угу Здесь вопрос Ну наверное она ходит В десятку Видимо А может быть и нет Ну это как бы вот та самая туристическая резина О которой я многократно говорил Первый скорпион Трейл 2 Которая не очень понятно Как она вообще здесь оказалась На этом как бы Типа спортбайке С высокой посадкой Мне вот непонятно Ну тем не менее Будем снимать Да Все нравится Дизайн все нравится Но непонятен замысел инженеров По рулю Ну это эндуро руль Да Абсолютно эндуро руль Да они просто в отделе закупок Сказали А есть рулить Есть вот Есть вот Вот рули такие есть Будем ставить с подогревом рукоятки Я так понимаю это подготовку Подготовка Да Как у volkswagen Подготовка там турбины Все заказали уже Все из Европы Вот карбончик настоящий между прочим Вот там вот как вам карбончик Все отлично Очень все нравится И здесь тоже карбончик Да Причем покрашен так аккуратнее Дизайн отличный Дизайн отличный Свет видно хорошо Надо включить Давайте запишем Сейчас мы Сейчас погоди Свет Сейчас Вот сейчас Габариты горят Габариты горят Ну заводим Да Ну звука нету Ну да Типичного Духотевого звука нет Да Очень тихо Очень тихо Непривычно Тихо Да Мы не пользуемся выхлопом для того чтобы распугивать водителей Просто для удовольствия для собственного Да Звук неправильный конечно И в итоге что я так понимаю в принципе нормальная покупка Можно Да Ну по сути мы обнулили пробег за хорошие деньги Да еще и сделали неплохой дизайн Апгрейд Да Апгрейд Да Звук Там как надо и перед и зад Здесь олдскул Я как бы В принципе Илье говорил что Это все не просто Здесь вместо того чтобы кнопочки нажимать здесь Прилоуд вот так регулируется Ну а сам амортизатор только со съемом сиденья То есть ты снял сиденья Ну короче это все Я знаю что на X-Series Да Кнопочки мы нажимали ровно наверное два раза Вот один раз в Смоленской области на плохой дороге Да Я понял что надо нажать кнопочку road Нажал и в принципе стало получше И второй раз я тоже где-то в дальней пиздюське нажал кнопочку Потому что была дорога очень раздолбанная Угу Но в целом наверное 98% Все равно режим спорт, динамик, трек Все на максимум Да Ну потому что все что не на максимум это чисто для бюргеров И для обычных мотоциклистов Ну вот здесь нормальные резинки стоят Я вот про XR неоднократно говорил Да вопросов нет Резинки нормальные Раз ты прям соопокойно садишься и как бы А как вам вот тяжесть наверху Тут же если залить полный бак он очень тяжелый в управлении становится Ничего нормально Он полегче чем XR Я у него катаю Он легче чем XR А вот кстати мы взвесим Будет интересно Потом обязательно взвесим Мы поймем что туда Да он легче чем XR Но я надеюсь что можно будет заливать 95 бензинь И расход будет наверное у меня Надеюсь что не больше 8,8 А надо понять какой кстати сюда лить бензин То есть я не знаю Ну 5 я в мою Да 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 Ну я думаю тоже будем лить 5 Надо экономить в принципе Обязательно Ну как бы вот Соты там что могут свечи прогореть если лить или что там Катализатор Катализатор Выгореть катализатор Да Можно и соты в принципе лить наверное Надо уточнить А ну вот написано E5, E10 Это другое Это вообще этанол можно лить и 5 и 10 процентов этанола Там были истории прикольные в Америке Когда у людей бак такой сжевывался на первых мультистрадах Когда они писали что можно а по факту пластик был неподходящий Ну вот надо будет клеить сюда естественно вот эти вот стом гриппы Ну правильно У нас есть кстати У нас есть уже готовые Надо аккуратно наклеить вот эти сотовые А можно Да Они готовы просто сделаем аккуратно Да В целом дуги обязательно поставить Ну просто делаем И в них поставить еще против Да Мы сделаем двуцветные дуги Потому что они будут проходить вот через вот эти два цвета Черный в красном Ну да Что нибудь нормально Подумаем да Ну они из рамы идут Да 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 Потому что эксплуатация к сожалению подразумевает разные варианты Исхода Я бы вот прям все вот это вот прям вот первым делом выкинул конечно Это мы да Но это обязательно сделаем Это обязательно сделаем Ну потому что Невозможно Так нельзя Нет Так нельзя вообще Это первый контакт зеркалом какой-нибудь лады калины И бау Там и все Ну в общем вот Что хорошее Надо поставить бачок тоже А у меня есть Резомо Ну мой старый Не надо твой старый Короче рассказывай У меня есть два бачка Написано Резомо Фо дукати Или дукати бай резомо Красные такие Один большой Другой маленький Надо поставить И будет прям очень стильно Ну я себе оставил штатный У меня как бы такая народно-хозяйственная мультистрада Так это Ландо Куруза Да Ландо Куруза Да Ландо Куруза Вот А здесь такая прям эстетская Ну вот этот карбончик мы обязательно все снимем Да вот Глеб Вот эти все детали под съемы То есть вот здесь карбон причем нормальный То есть это не тот китайский карбон который там вообще Смотрим Если расход будет в обычной моей эксплуатации там хотя бы 8 Так То можно прошить А с чего вы думаете что может быть 8 Это как бы эксплуатация режим это не меняет Те вернее как бы у Вдруг двушка там вот эта магия А наоборот у двушки больше расход всегда Ну что криво Ну если будет расход 8 нам можно прошиться конечно Ну это опять же к Александру Менчиху правильно у нас есть К сожалению К счастью К счастью К сожалению Одновременно Ну все давайте прощаться с этими самыми ребятами Спасибо Подписчиками Всего доброго Пока До свидания Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok